ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В мерах насилия не гнушались Но Любая революция это не только насилие Она не ограничивается насилием Она несет что-то позитивное Что-то конструктивное И вот здесь главное, что внесла коммуна Это прежде всего Это та политика, которая направлена была На поддержание прежде всего российских Парижских местных слоев В том числе и пролитриата Было бы ошибкой считать что Парижская коммуна как Государство диктатуры пролитриата Ну в совет входили все только рабочие Как впоследствии говорили Вопрекая там большевиков Что первым составит правительство Там и рабочих у вас там мало и прочее Это не так И здесь приводили данные о том Что рабочих то здесь было мало Не большинство рабочих Да, они были Но они подчас Выступали здесь застройщиками Тех или иных проектов Которые коммуна в общем-то принимала И проводила жизнь Но с другой стороны Слабость коммуны здесь также Она обнаружила себя А именно так называемый То что мы сейчас называем Плюрализм Политический и идеологический Не было достаточно Авторитетной единой партии Которая могла бы Славить это движение Там были и представители Анархистов и Прудонисты Там и сторонники Прудона Там правое и левое Там были и бланкисты И так далее То есть вот этот Разнородный Политический состав И разнородные Программы политические Которые подчас Мешали себе Друг другу Отсюда уходило Время на Бесконечные споры Рассуждения И так далее Да, коммунары Выступали там С яркой критикой Там Полицейщины Которая действовала Внутри Парижа Но ведь Этого мало было Осуждать это все И грозить им Надо было И принимать соответствующие Меры для того Чтобы подавить Контрреволюцию Городских стен Вот до этого К сожалению Было не сделано Вот этот Политический Плюрализм К сожалению Он и сейчас Мешает То есть нет Достаточно Авторитетной Единой Партии Которая могла Привести за собой Турдящихся Отсюда Каждый выбор Дает Такую Смешанную Картину Где Больше мы Татим время На Дискуссии Чем на Решение Проблем Ну отсюда И тот Результат Которым Так блестяще Нам Доложил Наш первый Оратор Но Опять же Смешивать Вот эти Негативы Не Видя Разницу Тенденции Или как сейчас Мой стрим Я считаю Совсем Правильно Критика идет сейчас Путина справа и слева Вот в чем дело Притом критика справа Идет более усиленно И организованно Чем слева И тогда Мы должны Задуматься об этом Хорошо Уберем на Путина Кто придет Вот именно Путина А критика режима Нет Я говорю Что Уберем Путина Кто придет Кто придет Кто придет Уже Как вы знаете Чем Путина победит Вот в чем дело Это самое сложное И отсюда Вот эта вот Кровавая сторона Парижской коммуны Конечно Оказывала свое влияние И на большую экупу Потому что все знали Если Будет не успех Если они потерпят Поражение То Конец их будет Весьма-весьма Трагичен Так же как Совет коммуны Был Полностью Расстрелян Только двоим По-моему Заменили расстрел Циркой На каторгу Там на острова Остальные были Расстреляны Ну и они Похоронены Были на Кладбище Парижа Кладбище И до 90-го года Все наши делегации Молодежные Там и партийные Профессионные Всегда Посещали Это Кладбище И Помечали Коммунар И возлагали Цветы А вот с 90-го года Эта традиция Ушла И теперь Наши делегации Они так Себе ведут На парах Паржащат Ну я Говорил Ковидец Заходил Пытается Заигрывать С правами Ну а это Долго Продолжаться не будет Так же Как здесь Говорили о том Что бонапартизм К сожалению Не имеет Своей прочной основы И рано или поздно Сменяется Тем или иным курсом Точно так же И наш современный Бонапартизм Не Будет иметь Перспективы Если Не сменится Социально-экономическим Возвращение Внимание А можно Вопрос Все таки У нас По парижской коммуне Получается Не одна же партия Взяла власть А это Было несколько партий Объединение Коалиция Коалиция И собственно В семнадцатом году Тоже не большевики Не взяли А коалиция А вы говорите Что все таки Не коалиция Лучше чтоб одна партия Или все таки Смотрите Вот Когда Макс И Энгельс Будет обсуждать Пришел к выводу Что то Учение Которое Они разработали Оно Резко отличается От предыдущих Учений Оно не носит Ну Мы сейчас скажем Топического характера Оно опирается На те факты Которые Складываются В современной Для них Экономике И У них поставлена Была задача Это учение Распространить Прежде всего В других Государствах И Эта задача Решалась С помощью Первого Коммунистического Интернационала Национальных Партий У марксистов Тогда не было Были отдельные Кружки Там Национальных Партий Как таковой силы Поэтому Парижские Коммуны Марксисты Были Но Скорее всего Сторонники Интернационала И Связь Из Парижа С Лондоном Где были Маркси Она была Затернена Поэтому Те советы Которые они давали Своим сторонникам Они запаздывали И Поэтому В общем то Опять же На это терялось Время Пока Ну Остановились Перед дверями Банка А Иногда Было его Национализировать Не создали Свою Ну ЧК Как мы говорим Была Обычная Полиция Которая Пыталась Бороться Там Со Шпионами Версантами И Прочее Ну и что Действия Вмер не принимались Остановились Перед созданием Своей партии Ведь Смотрите Большевики Тоже В семнадцатом году Сделали упор На создание Своей гвардии То есть Эта армия Добровольческая А События Зимы Восемнадцатого года Показали Что этого Недостаточно Что гвардия Не может Противостоять Профессиональным Войскам И тогда К лету Перешли На призыв До Обязанностей Хочешь не хочешь Ты отслужи То есть Они очень Быстро Учились У Времени У Ситуации Они не зацикливались На Вот эти Догмы Которые Присутствовали В движении А Вот это Несклоченность Интернационалистов Их Рассеянность Их Дефицация Такая Она Конечно Не способствует Успехам Коммуны Поэтому Первый урок Который сделал Маркс После поражения Парижской коммуны Это Задача создания Своих Национальных Партий Своих Своих Национальных Партий То есть Если раньше Марксин шел Вширь То теперь Он должен был идти Уже по Национальной Форме Ну и Первая их работа Критика Готской программы Вот первый Помянут Когда Немецкие Социал-демократы Создали свою Партию И под свою Партию Они разработали эту Программу За что Марксин там их поругал Поэтому Здесь говорить о Идейной Сплоченности Было бы Неправильно Или больше Сказать об идейной Партийности Был плорализм С одной стороны Это В общем-то Хорошо А с другой стороны Поскольку Это придает Рыхлость И Незавершенность Решений Это плохо Если бы У коммунаров Не было Вот этой Внешней опасности Там Стенами города Ставили Версальские войска Может быть У них Иначе Пошли Чтобы Да Да Они могли Учиться На своих ошибках Исправлять их И так далее А здесь Этого не было То, что У большевиков Было Все-таки Россия Это Страна Иная Здесь Фактор Пространства Играет Очень большую роль Ну Если Расстояние Имеет Значение То Какие тогда Национальные партии Когда Сталин сам критиковал Национальность Как таковую То есть Рабочих Нет Определенного Государства Тихо 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 Это было Положение Маркса Молодого От 48 года Что У рабочих Нет Своей Родины А значит Это У всех Одни Социально-экономические А значит Политические Интересы Поэтому Главное Это Национальность А Ситуация Изменилась И они Стали Говорить О Национальных Партиях Понимаете Нельзя здесь Быть Догматиком Марксизм Не является Догмой Которую Можно Как Схему Как Схему Схему Наложить Я как раз К этому И вел Речь Что Если Мы Будем Последовательны В своих Решениях То Скорее Сего И придем К этому Но Чтобы К этому Прийти Надо Сначала Чтобы Каждый Набрал Сознание И понимание На своем Горбу Куда Но Что-то Мы Можем Излечь Из Истории История Нас Тоже Учит У нас Путают Историю Беря Современное Бытие Так сказать Перекладывая На прошлое Загласен Потому что То что было Там Сто лет Назад Сегодня Скорее всего Не повторится И те Задачи Которые Мы сегодня Решаем Они не похожи На задачи Ну Простой Пример Что Энгельс Ленин Не прав Потому что У них Компьютеров Не Неужели Вы хотите Сказать Что Вы Умнее Ленина Тут Люди Просто считают Они Ускорели Докладчиков Нам Говорил Сталин Такой Мой Оппонент Тут имеется в виду другое Что Вы же сами сказали Что Маркс был далеко Приказы До Палижа Слона На советы Не доходили А как раз Антон имеет в виду Что Сейчас технологии позволяют Тут же позвонить С другой стороны планеты И Передать все что надо Понимаете Разница будет только несколько секунд Это меньше даже Ну я владею Скажем Обстановкой Вавловики Да Я не могу владеть Обстановкой точно так же Подробно Как и в Хабаровске Ну значит у вас там в Хабаровске А истина Она конкретна А истина Она конкретна То есть та ситуация Которая Складывается в Вавлове истоке Она не похожа На ситуацию в Хабаровске И вы это отлично понимаете А я про это наложение Говорю И наоборот Решать Как говорится Надо здесь и сейчас А не ссылаться на кого-то там Нет Простой пример Если Вы готовите свою Забасовку Допустим на заводе В Владивостоке Их аппарат тоже готов Но они уже Допустим начинают Потому что у них все уже готово А мы тут запаздываем Потому что там не все подошли И в принципе Мы можем Тоже за ней это Начать Начать Да А это же не говоришь Что это что-то плохое Ну как бы Мероприятие это одно Вот Лето Фургал Пожалуйста Хабаровск и Владив Там у них Не Только два-три месяца прошло Так как раз по сравнению с Хабаровска Мы были не готовы У нас очень мало Господи Мы не просто не готовы А мы Мягко говоря Проект Игнорировали Да нет У нас просто У нас слишком мало Поэтому Игнор Повод то извините Нулевой И повод нулевой Это как раз Камень в наших город Потому что мы Плохо сработали Что народ Не проснулся Так сказать Что это Игнорисовский Ага Налет Навального Тоже вспомним Давайте Вот еще Как прошло Сейчас сейчас Как прошло в Москве И как прошло у нас Ну Или по всей России То же самое Мы не одни здесь такие Да В общем Я хочу задать тоже Тут такой вопрос Ну Пока так маленькое Пояснение Ведь Первый интернационал Он же создавался Именно И Марс И Энгельс Они говорили Что против Коллективного Капитала Где все это Должны быть И коллективные Коллективные Рабочие движения Согласен И с другой стороны Здесь все Докладчики Говорили о том Что в парижской коммуне Там были Представители Интернационала А вот Ты вроде говорил Там что Одно из замешательств Потому Парижская коммуна Не знала о том Что Вот должно быть Единство Именно Интернационала Рабочего движения И поэтому Оно как бы Проиграло Оно вроде не Дело в том Что Интернационал В это время Не был Самой Авторитетной Организацией Тарас Там были Достаточно Авторитетные Прудонисты Большинство 20 штук Было Сторонники Бланки Прямо Противоположные По Программам Их тоже там было Где-то Человек 15 Ну Прудон Чем Интересен Нам Тем Что он предлагал Собственно говоря Вместо Политических Решений Тарас Давайте Сделаем Рабочую Кассу Будем Использовать Ее Касса эта Будет расти И расти И так далее Вот И сторонников Такого рода Перехода К коммунизму Было полно Им противостоял Кто Бланки такой Будет Чем он был интересен 25 лет в тюрьме Так За все свои там Выходки Каждый раз Когда он выходил Он в ближайшее воскресенье Назначал Встречу На Перекрестке И говорил Все мы идем Захватываем власть Ну естественно Его там ждали Под руки Снова сажали Выходил он История повторялась Он считал Что Можно совершить Переворот Было бы достаточно Решительных Молодых Людей В любой момент Это называется Безумие Когда человек Одно и одно действие Совершается Одним и тем же результатом Очевидно И ему Как раз Мартин Потом Ленин Представил Учение о революции Революционной ситуации Вот я Возвращаюсь К своему вопросу И просто Хочу Как говорится Чтобы понимали все Что Тогда Не то что Вроде Коллективного Не было Рабочего Движения Чтобы ее Поднять А просто В самом деле Как все говорили Докладчики Что еще Сознание Рабочего Класса Для того Чтобы быть Действительно Коллективным Как вот Хотели создать Первое Интернациональное Создавание Он еще был слаб И поэтому Действительно Не мог просто Помочь Хотя Вроде бы Вроде бы Ну Вроде да Вот У Маяковского Есть такие слова Я Знал Рабочего Он был Неграмотный Не Разжевал Даже Азбуки Соли Но он слышал Ленина Он знал все Вот У нас Такого Ленина Нет Все Ленина нет Расходит Ждем Когда появится Авторитет Не Ну Че вы Смеетесь Где здесь у нас Рабочие Вот это Причем тут Рабочие Вот Когда говорят Вот Рабочие Все на работе Да Бывайте вы Я уже В июле и августе В шестой В шестой съезд Тоже Преподаватель Ты меня слушаешь Ну Вот В это Шестой съезд В большевистской партии Когда они избирали ЦК И Кандидатов ЦК Да То там Было Двадцать девять человек Если ты помнишь Ну из них только всего Трое рабочих Ну сегодня Никто не говорит Что это была Нерабочая Партия Да Ну так просто я говорю Что не личность рабочего А его интересы Которые отражает Вот этот Преподаватель Как ты говоришь Если он отражает Интересы рабочего класса И если он действительно Создает Как вы говорите Это Как вы говорите Продолжение следует...